Сделаем переход от джу-гуми-те к джу-гуми-те. Такие базовые, простые упражнения, которые дадут понять, зачем это вообще нужно. Давайте вот с чего начнем. Мы выходим на эту дистанцию, и соперник стоит. В данном случае... Мы выходим на эту дистанцию, соперник делает шаг назад. Вот мы сейчас попадаем в вилочку. Соперник стоит на месте или уходит назад. Почему мы это изучаем сейчас? Вы понимаете, что в реальной ситуации это не работает. Уезуки с дальней дистанции это очень рискованно. Работает, но редко. Мы редко это видим, да? То есть отсюда, если он будет не встречать, он выиграет. По этой причине уезуки и уегири он применяется, согласно даже переводу с японского, ой и преследовать. То есть соперник должен удаляться. Когда я создаю напряженность, выхожу на полусреднюю дистанцию, он уходит, если я догоняю, попадают. Если он остается на месте, я уношу дистанцию, он делает шаг назад. Я преследую дистанцию или уйницу, уже на шаге. Давайте вот это сейчас упражнение проверим. Мы сейчас соединяем уже тактику с техникой. Следующий шаг, мы когда, например, я выхожу на атаку, вы понимаете, да, что... Смотрите, ребята, пожалуйста. Если я буду отсюда атаковать, я уже заранее проигрываю, потому что он в хорошей позиции, а у меня длинные движения. Любое мое движение с дальней дистанции является долгим. И у него преимущество, например, если я отсюда бью из этой дистанции, он выигрывает. Поэтому всегда моя атака будет с полусредней, когда мы хотя бы выходим на равные. Сейчас я выхожу на полусреднюю, и партнер меня встречает. Он пользуется этой дистанцией, реагирует. Либо якузуки, либо кизами. Ай! Как вы можете делать контроль? Ай! Ай! Попробуйте. Я выхожу не просто так. Почему нужна полусредняя? Потому что в полусредней дистанции я могу защищаться. Если я просто иду вперед, он меня встретит, тяжело на движении защищаться. Если я выхожу в Камая, я в этот момент не могу защититься. Он встречает либо кизами, либо кяппу. Если я оказался на полусредней, я могу защититься и сам тогда могу его атаковать. Вот очень важно через эту полусреднюю проходить. Это как раз то, к чему мы сейчас идем. Атака, выход на полусреднюю. Партнер встречает, а вы его защиту впереди стоящей рукой контролируете. Пожалуйста, смотрите. Если моя рука внизу находится, он будет не от кого встречать большое движение рукой. Если моя рука вверху, он будет встречать корпус большого движения. Не работает. В комитете на скоростях большие движения не работают. Поэтому руку держите между головой и корпусом. Чтобы у вас минимальное движение было. Вы сейчас увидите, как клеится джипон с джипомитэ. Обратите внимание. Сейчас я сход... В принципе, вариантов взаимодействия мало. Когда я иду вперед на полусреднюю, он может меня либо обострить, либо отпустить. То есть, он либо встречает меня, либо развивает дистанцию. В зависимости от этого вы реагируете. Но вот это через полусреднюю. Без напряжения сейчас. Обратите внимание, в чем разница. Обычно... Так. Это является причиной прогресса встречи. Если я прохожу через полусреднюю, я могу контролировать его действия. По этой причине мы отрабатываем джипонку и дистанцию. Полусредняя. Смотрим. Дальше продолжаем в зависимости от его действия. Либо мы защита бьем, либо мы бьем. И, пожалуйста, проходите насквозь. Вы игроководов через него должны переступить. Переволваться.